МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коллеги, друзья, вот насколько для вас это стало неожиданным все-таки до Олимпиады меньше года? Ну, я не могу сказать, что это какое-то неожиданное событие. В общем, по большому счету все знали, что так или иначе, вопрос времени, когда это случится. Ну и после того результата, который наша сборная, к сожалению, показала на части Европы, в общем, всем стало совсем уже окончательно понятно, что в ближайшее время произойдет смена тренера. И вопрос только, когда это произойдет и кто встанет на его место. Таня, вот все-таки после предыдущего чемпионата Европы, который был в 2009 году, несмотря тоже на плохой результат, Кузюткин продолжил работать с командой. Почему в этом году решили все-таки отойти от этого вектора? Ну, надо сказать, что Кузюткина не увольняли, у него закончился срок договора с Федерацией, и он решил его не продлевать. Наверное, уже не хватает сил и возможности работать с командой. То, что у нас скоро отборочные, я думаю, ничего страшного в этом нет. У нас достаточно квалифицированная команда, и при том условии, что вернутся сильнейшие игроки, выздоровеют травмированные, я думаю, что мы справимся с этой задачей. Да, вот этот подозревательный период перед первым олимпийским отбором, он начнется 24 октября в Горизонте, это в Подмосковье, а потом команда переедет в Калининград. Что касается точки зрения самого Владимира Ивановича Кузюткина, он пока отказывается говорить с тележурналистами, но вот в интернете можно было найти некоторые его комментарии. Причины, говорит Кузюткин, они банальны. Во-первых, я имею на это право. Во-вторых, я действительно устал эмоционально и психологически, и физически. И, наконец, в-третьих, я пришел к выводу, что для главного тренера умизительно уговаривает игроков выступать за сборную своей страны. Ну, я не могу припомнить, что он по-стоящему кого-то уговаривал. Не знаю. Мы в нашей программе 6 на 6. Понятно, что в ближайшее время, безусловно, Всероссийская Федерация Волейбола определится с кандидатурой главного тренера, а мы решили немножко пофантазировать, поиграть в некую игру, предложить свои кандидатуры, ну, и таким образом предположить, кто же может работать со сборной России в ближайшее время. Вадим Панков. Почему мы решили взять этого специалиста? Во-первых, были успехи на уровне чемпионата России, были победы. Во-вторых, насколько я помню, тогда, в 2009 году, это был главный конкурент Владимира Кузюткина, именно Вадим Панков. И Вадим Панков уже руководил сборной России, пусть короткое время, но это была квалификация, которую наша команда очень успешно преодолела. Достаточно реальная кандидатура, на мой взгляд. Ну, я полностью согласен. Очень опытный специалист, действительно. И мог он абсолютно реально возглавить нашу сборную вместо Владимира Кузюткина на тех выборах, но не сложилось, что называется. И сейчас еще очередной шанс у Вадима Панкова занять это место. Николай Карполь. Ну, главная звезда тренерского цеха нашего, главная икона российского, да и, наверное, и советского волейбола, можно так сказать. Но без этой кандидатуры мы просто не можем никогда двигаться дальше. Мне так кажется. Ну, Николай Карполь, он, знаете, знаковая фигура для всего российского волейбола. И ты абсолютно правильно сказал, Саша, что в любой момент, какие бы выборы ни проходили, всегда Николай Васильевич будет рассматриваться как один из возможных кандидатов на пост главного тренера, потому что это действительно масштабная фигура, значимая фигура. И поэтому даже и говорить о том, что если Николай Васильевич привез в команду, это хорошо будет для нашей команды. Это так всем понятно. Это очень сильно специально. Это будет свое время, Наталья? Вы знаете, очень важно использовать знания, потому что Карполь выиграл больше всех. Карполь дольше всех тренирует команду, он тренирует Уралочку, он тренировал сборную на протяжении долгого времени, бессменным был тренером. И у него накоплен, конечно, очень большой, огромный просто багаж ценных знаний, о которых мы забыли в последнее время. Идем далее. Решат Гизюдзинов. Это наставник казанского «Динамо». Все мы прекрасно знаем, что сейчас это флагман российского волейбола. Были победы уже в чемпионате России и в нашем кубке. Я думаю, что это тоже отличная кандидатура. Я очень внимательно слежу за работой Решата Гизюддинова в различных клубах. И на мой, конечно, субъективный абсолютно взгляд, это, во-первых, наиболее вероятная кандидатура на пост главного тренера. И, опять-таки, исключительно с моей точки зрения, Решат показал свою состоятельность в работе с совершенно разными командами и совершенно разными игроками. Когда он работал в Липецке, в команде, которая, по сути, не была укомплектована такими топовыми игроками, всегда максимальный результат при минимальных возможностях показывал. То же самое и сейчас, когда Решат Гизюдинов работает с Казанью, где исключительно команда укомплектована топ-игроками. Он, опять-таки, показал, что он может работать и с топовыми командами, что он может давать результат, который он показал в прошлом году с Казанью. Поэтому Решат – это очень перспективный и возможный тренер. Да, тут важно отметить, что далеко не каждый наставник, даже хоккей, футбол или влеббол, не может этот путь преодолеть с легкостью. И очень важно, как игроки работают на тренера. Я только что вернулся из Казани, и я видел, как та же Катя Гамова реагирует на установку тренера, как она общается с ним. Она его слушает. Это очень важно, крайне важно. Тань, такой вопрос по поводу наставника казанского «Динамо». На него сейчас может в случае этого выбора обрушиться очень серьезное давление. Сначала топ-клуб, теперь может быть сборная. Насколько тяжело или легко с этим справляться? Да, легко не будет. Легко не будет никому, потому что сборная России – это всегда фаворит, это максимальная задача, тем более, что сезон олимпийский, и на Олимпиаду еще нужно попадать. Я хочу добавить только то, что, будучи тренером сборной, необходимо контактировать с игроками на протяжении сезона. И вот чем больше в клубе этих игроков, я вообще за то, чтобы тренер сборной обязательно совмещал работу в клубе и в сборной, для того, чтобы он был в процессе, чтобы он не выключался. И когда ты каждый день видишь костяк сборной, будь то Казань или Краснодар или Московская «Динамо», то тогда ты этих игроков ведешь на протяжении сезона, они не достаются тебе только на этот короткий срок сборной. Ну, такая ситуация, так и понимаю, была в Уралочке, в тот момент, когда Николай Карполь руководил нашей сборной и совмещал с работы в клубе. Идем мы далее. Сергей Овчинников, наставник Краснодарского «Динамо», команда, которая, в принципе, способна конкурировать и с «Динамо-казанским», и с «Динамо-московским». И, наверное, мы тоже можем пришлять его к этому списку кандидатов на пост наставника нашей сборной. Для меня Сергей Овчинников отличается от других своей возможностью работы с молодежью. Он не раз это доказывал и в Челябинске, и в Краснодаре. В общем, достаточно серьезные команды он готовил. Вспоминая даже прошлогодний состав Краснодарского «Динамо», команда добралась до финала Кубка, команда завоевала бронзу в чемпионате. Это большие успехи. Я думаю, что достаточно вероятная кандидата. Я там тренировал универсиатскую сборную сейчас, поэтому опыт работы с молодежью и со сборной не национальной. Универсиатка тоже имеет. Далее наши следующие кандидаты. Может быть, вам покажется несколько неожиданным наш выбор. Но это выбор Татьяны Грачева. Приоткроем только завесу тайны Борис Колчин, нынешний наставник московского «Динамо», который совсем недавно из мужского волейбола перешел в женский, и с точки зрения нашей программы теперь имеет шансы возглавить нашу национальную команду. Это выбор кандидата. Да, выбор кандидата, не выбор. Татьяна Грачева как тренер, да, вы кандидата. Что вы вообще по этому поводу думаете? Мы в прошлой программе тоже вспоминали бразильский путь, и вот вдруг мы тоже решим сделать так, и тренер, который работал с мужской командой, возьмет и примет женскую сборную. Сейчас существует некая тенденция, когда женский волейбол очень много заимствует из мужского волейбола. Вот если с этой точки зрения смотреть на Бориса Николаевича как на потенциального кандидата, то, конечно, ему есть что привнести в женский волейбол, учитывая опыт работы с мужскими командами. Ну и в качестве такого еще, может быть, неожиданного выбора мы предположили, что нашей национальной командой может ругодить кто-то из иностранцев. Кто, мы сказать не можем. Наверное, здесь просто можно такой простой вопрос задать. Готовы ли, с вашей точки зрения, федерация вновь пойти по этому пути? Довериться не нашему отечественному тренеру, а уйти куда-то за границу в поисках наставника? Ну, я очень сильно в этом сомневаюсь. И сомневаюсь, что и федерации, и тренерский совет, которые будут, в общем-то, отдавать свои голоса за потенциальных кандидатов, будут серьезно рассматривать какого-то иностранного специалиста. И, ну, опять-таки, не знаем настроение девчонок, игроков сборной, я имею в виду, естественно. Но думаю, что вряд ли они как-то позитивно отнесутся к идее привлечения иностранного специалиста. Ну, я думаю, что если кандидатура будет иностранная, то тогда это кто-нибудь как Джованни Гуидетти. Такой молодой, без пафоса, который прекрасный контакт имеет с командой. Мы это видели и по Лакивбанку, и по сборной Германии. Вот такой человек, готовый долгое время работать с одной командой. Таня, тебе, коротик, вопрос, как в прошлом игроку сборной нашей российской. Вот из этой, из этих тренеров, вот если бы тебя сейчас спросили, как игрока, кого ты предпочла? Если не хочешь, не отвечай на этот вопрос. Не, ну, меня как-то научили тренеров не выбирать, потому что, ну, кто будет, тот будет. Я пожелаю любому кандидату успехов нашей сборной, нашему главному тренеру, новому, как мы уже сегодня узнали. Поэтому... Ну что же, вот такие кандидатуры были у программы 6 на 6. Ждем мы. Уверен, что в ближайшее время Всероссийская Федерация волейбола определится с именем главного тренера сборной России по волейболу. Это очень важно, поскольку очень-очень скоро отбор на Олимпийские игры. Первый отбор. Ну, а мы двигаемся дальше. На этой неделе состоялась стадия, полуфинальная стадия женского Кубка России. И у нас есть возможность показать некоторые фрагменты некоторых матчей из некоторых городов. Вот как-то так. И это игра «Динамо Казань-Факел». Володь, насколько я понимаю, ты присутствовал на этом матче. У тебя есть возможность сказать. И, честно говоря, понятно было, что Казань должна выигрывать. И, по большому счету, проблему казанской команды возникли только в первой партии. Возникли они на приеме. Мы знаем, что, во-первых, Казань играет без настранцев, без Ларсена и без Японки с Курихарой. И, соответственно, Факел играл также без двух своих итальянок. И сразу же, естественно, выползла проблема на приеме. Вот мы видим этот момент у Казани. И Факел очень неплохо играл и очень неплохо использовал вот эту слабую позицию второго доигровщика. И смог заставить, в общем-то, казанских девчонок немного, но понервничать. Но в итоге статус-100, в общем-то, справедливость восторжествовала. Сильнейшая команда в этой встрече победила. Но еще раз хочу отметить очень хорошую, грамотную игру новоуренгойского Факела. Опять-таки с учетом того, что играли они без двух своих иностранок, которые призваны значительно усилить игру этой команды. Я хочу отметить казанское «Динамо» появлением нового молодого игрока, 15-летняя Ирина Воронкова в составе. И сразу же гибрид против московского «Динамо» в чемпионате. Сегодня, кстати, у Ирины день рождения, ей только сегодня исполняется 16 лет. И вот, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, мы вынуждены теперь радоваться каждому новому игроку, потому что не все клубы могут порадовать вот такими молодыми гибридами. Это «Динамо» казань. Ну, действительно, она выходила в матче против Факела, и, может быть, как раз эта игра для нее сложилась не очень успешно, но сам факт, что 15-летняя волейболистка выходит в составе чемпиона страны, это уже говорит о многом. Хоть вот какие-то, но задатки действительно так, некого молодого поколения, которое подтягивается к основным игрокам. Тем более, за последние два года мы, по-моему, привыкли, что «Динамо» казань – это тот клуб, куда звезды просто приезжают. Это, наверное, такая некая неожиданность, да, что такая молодая волейболистка вдруг получается вышла. Она как раз перешла из московского «Динамо», из молодежной команды, и вот теперь первый сезон в основной команде. Может быть, удачное совпадение в отсутствии иностранок, но все равно это дебют, удачный, поздравляем и за одним с днем рождения. Да, ну а далее в нашей программе комментарии по поводу преодоления вот этой полуфинальной стадии Кубка России Решата Глезудинова и Марии Бабешиной. Теми играми, то есть тем периодом, текущим, которым мы прошли, я доволен. Доволен, прежде всего, тем, что, несмотря на те сложности, трудности, которые, скажем так, у нас присутствовали, мы действительно свои бойцовские качества проявили, свой характер и победили, в принципе, во всех тех матчах, хотя ни один из них не был, скажем так, простой. Может быть, скажем, попроще было с Красноярскими, попроще было с командовать умения, это в чемпионате уже России. Но все остальные были очень сложные игры, включая сегодняшнюю. Сегодняшняя игра третья по счету за вот этот вот турнир, то есть три игровых дня, это вообще тяжело. Ну и настрой команды Рейнгой, в принципе, был определенный, то есть победить. Потому что выходит одна команда, и у них сохранялись все шансы для того, чтобы, скажем так, эту путевку завоевать. Но, тем не менее, все-таки выставили мы, выставили здорово, я считаю. То есть, опять же, благодарю девочек за то, за то проявленное мужество, которое они, значит, раз за разом демонстрируют. Тяжело девчонке без отдыха, им как бы тяжело. Нам, я думаю, что полегче, потому что мы все равно хоть какие-то сборы прошли. Ты из одной команды, которая со славными чемпионскими традициями перешла в другую, которых традиций, может быть, не очень много, но амбиции, да, тоже чемпионские. Вот ты чувствуешь, что здесь тоже все хотят только побед и чемпионства? Очень чувствуется это, да. Как бы очень большие задачи, очень жестокие требования, ну, как бы сильные такие, в принципе, как бы правильные. Мне это нравится. Ну, эта пауза использована для того, чтобы наша национальная сборная подготовила, сыграла предквалификационный турнир. То есть, в принципе, мы опять теряем наших сборников. Подготовка, естественно, будет вести с теми игроками, которые остаются в расположении клуба. Но сезон такой, что нам придется каким-то образом вот выплывать из этой ситуации. То есть, естественно, мы планируем сборы, мы планируем спарринг-матчи без участия наших сборников. Значит, мы планируем, опять же, после того, как они освободятся, все-таки попытаться сыграть два или три матча, которые будут, скажем так, уже в полном, не в полном составе, прошу прощения, а в составе, в котором пополнят вот именно наши сборники из национальной сборной России. Вот так вот. Но ожидание легионеров немножко, скажем так, затягивается. И только после Кубка мира мы ждем их в наше расположение. Ну что же, вот он, Кубок России, женщины, вот эта группа, которая была в Казани, Динамо, Протон, Факел и Юность. Здесь, естественно, без каких-либо неожиданностей Казанская Динамо проходит дальше в финал четырех. В городе Сиэрпухове играли московские динамовки, самородок, автодор, метар и надежда. Здесь также, без сюрпризов, московская Динамо по руководствам Бориса Колчина проходит дальше. В Краснодаре местная команда, краснодарская Динамо, выходит с первого места, второе занимает Аничка, дальше Уфимочка и Ленинградка. Ну и в Тюмени играли за речь Одинцова, Уралочка, Тюмень и Северсталь. Подопечные Вадима Панкова, в общем-то, забронировали себе место в финале четырех Кубка России. Друзья, ну вопрос очень простой. Вы помните, в прошлом году, когда финал Кубка России также проводился в Казани, мы говорили о том, что есть три команды, которые готовы бороться за первое место, и есть команда Уралочка, которая приезжает и отбывает номер. Без главного тренера, без основного состава. Вот сейчас такое ощущение, что попали все те, кто готов дальше конкурировать, дальше бороться за золотые медали. То есть интерес повышается в данном моменте. Нас ожидает очень интересный финал, к тому, что он будет еще и перед самым Новым годом. Естественно, победитель получит право участия в следующей Лиге чемпионов. И я думаю, что все фавориты в финале, мне очень жалко, что Уралочка не попала, но за речь оказалась сильнее. Балат, наверное, такое мнение, да, что интерес теперь будет более ярким. Ну, безусловно, да, очень достойные команды все попали. И опять-таки хочу отметить, кстати говоря, за речи, которые, может быть, в этом году укомплектованы не столь звездными игроками, но те молодые девчонки, которые сейчас играют в этой команде, показывают себе исключительно с лучшей стороны, бьются, играют. И, видите, результат не заставил себя ждать. Ну и в начале этой недели определились и те мужские команды, которые будут участвовать в финале восьми Кубка России. И давайте сразу отправимся, в общем-то, в Нижний Новгород. У нас есть возможность показать вам фрагменты некоторых игр. И в данном случае это матчи «Факел» Московская, «Динамо» и «Факел» Беря. «Факел», «Динамо» Москва и «Губерния», и «Нижний Новгород». Да, «Факел», «Губерния». Это вот три команды, которые в этой группе имели реальные шансы на прохождение в следующей, в следующей стадии, финальной части уже чемпионата Кубка России. Ну и, соответственно, «Московская» и «Динамо», которая находится в очень хорошей форме, не имеет, по сути, никаких травмированных игроков. Павлов, практически, уже восстановился. Без единого поражения прошла весь турнир. Показала, действительно, очень качественную игру. Ну, в общем, такой игры мы от этой команды и ждали. Это, понятно, один из наших грандов. А вот «Новоуренгойский» «Факел», который, в общем, преследует череда травм, и уже все по очереди, мне кажется, весь состав переболел теми иными проблемами, спортивными травмами. Опять в очередной раз лишились одного из доигровщиков, и Симон Полтавский вынужден был, наш диагональный игрок, выступать на этой позиции. Поэтому у «Факела», конечно, были достаточно серьезные проблемы и определенные спады в игре. И вот, в общем-то, нерешенные проблемы этой команды вылезли в самый вот ненужный для них момент в последний матч против хозяев площадки Нижегородской губернии. Но надо отдать должное хозяев площадки, губерния показала классный волейбол. Команда «Новичок» российской суперлиги в этом году провела очень хорошую селекционную работу плюс свои игроки, которые играли в этой команде уже не первый сезон. Плюс, говорят, сомненная поддержка была в этом городском зале. Да, ну и Игорь Тюрин, диагональный игрок, который пришел в вторую команду «Динамо», и не первый год уже играет в Нижнем Новгороде. Он, конечно, действительно показывает очень классный волейбол. И плюс два иностранца, которые приехали. Все это вместе дало губернии возможность победить в этом матче и со второго места отобраться в финальную часть Кубка России. Поэтому очень достойная команда. Я думаю, что губерния вполне может стать одним из открытий чемпионата России следующего сезона. Ну, я думаю, что никто не удивился, что «Факел», например, прыгал в московском «Динамо». А вот то, что такой результат был зафиксирован вот в этом победе, губерния «Факел», наверное, все-таки это был небольшой сюрприз. И как раз вот после окончания этого матча своими комментариями с нами поделился «Либера» ново-регульской команды Александр Соколов. Давайте послушаем. Ну, в принципе, мы ожидали, что губерния будет играть в себя. Да, мы последнюю игру, которая решает, кто побеждает и выходит дальше. Они будут играть максимально ее собранно. И вначале мы совершили, наверное, меньше ошибок, чем они. Они сделали выводы, поменяли диагональному и доигровщику. То есть стали меньше ошибаться, стали играть надежнее. Мы же пытались рисковать, да, вот в тех же доигровках там не забивали. Они возвращали нам, забивали, от этого заводились. И поэтому, наверное, выиграли сегодняшний матч. Ну что ж, давайте посмотрим, кто отправляется у нас в финал восьми мужского клубка России. Это «Динамо» и губерния. Если говорить о матчах, которые были сыграны в Нижнем Новгороде, «Факел» не попадает. Пока. В городе Сургуте играли «Локомотив» Новосибирск, «Белогорье» Белгород, «Газпром Югра», «Локомотив» Изумруд и «Строитель». Пара, в общем-то, счастливцев. Те команды, которые смогли обойти остальных, это «Локомотив» Новосибирск и «Белогорье» Белгород. Ну и что касается группы, которая разыгрывалась в городе Кемерово, то здесь вышли «Искра» и «Кузбасс». А вот «Урал», «Динамо», «Краснодар», «Локомотив» остаются без финала Кубка России. Ну, я так понимаю, что у нас еще одна команда, это «Зенит Казань», которая является организатором финальной вот этой вот розыгрыши. Есть еще «Вайлдкард», который разыгрывается Всероссийской Федерацией волейбола. На сайте почему-то именно женского волейбольного «Динамо» решили устроить опрос. Существует там теперь такой раздел, как «Открытая площадка», и вот там вот в разделе «Тайм-аут» решили поинтересоваться у всех болельщиков, может быть, просто любителей волейбола, кто, по их мнению, достоин вот этого «Вайлдкард» в мужском финале Кубка России. Вопрос коллегам, друзья, с вашей точки зрения. Кто мог бы претендовать? Достойных команд очень много. Тут надо высказывать мнение не основываясь на своих симпатиях, понятно, у всех они разные, а основываясь на понимании критериев, по которым будет отбираться команда. Можно отдать и Новорингойскому факелу, и Уралу можно отдать, можно и Краснодару дать. Надо понимать именно критерии подхода. У нас много достойных команд, поэтому я, конечно, затрудняюсь дать какой-то прогноз, кому в итоге эту «Вайлдкарту» дадут. Таня, у тебя какое мнение по этому поводу? Мне тоже очень сложно предположить, кому эта заветная путевка достанется. Сильнейшие попали сами в этот финал, но кто-то один будет действительно таким открытием, удивлением. Ну, в общем, если вы хотите высказать свое мнение, то вы можете зайти на сайт женского московского «Динамо» и, в общем-то, отписаться, что называется, в гостевой книге. На этой неделе еще одно важное событие произошло. Казанский «Зенит», где, в общем-то, вся мужская лига чемпионов стартовала. Мы обязательно об этом поговорим, но давайте сначала затронем тему клубного чемпионата мира. Все вы помните, что совсем недавно подопечный Владимир Олег, на опять же тот же самый казанский «Зенит», выступал на этом турнире и занял третье место. Анализ от Леонида Сапронова. То, что Бог Троица любит, это как раз понятно. Вопрос в другом. Как же так получается, что исконно русскую народную примету регулярно воплощают в жизнь другие? Вот, например, волейбольный итальянский клуб «Трентино» из города Трента, на минувшей неделе ставший в солнечном Катаре в третий раз подряд сильнейшим на планете. А за полгода до очередной своей виктории планетарного масштаба оформивший хитрик на европейской лигочемпионской арене. И заметьте, сделала сказку «Были» командора Достина Стойчева внешне на удивление легко, за явным преимуществом. Ни разу во всех своих шести наивысшей волейбольной категории сложностей в финалах не позволив соперникам взять более одной партии. Российские же суперклубы при этом, укомплектованные вроде бы не хуже, или во всяком случае имеющие для реализации амбиций сопоставимые стриньки на финансовые возможности, всякий раз остаются в роли сторонних наблюдателей чужого феерического успеха. Из всех восьми участников третьего клубного чемпионата мира наиболее реальные шансы прервать явно затянувшуюся дедимонию итальянского интернационала, объективно говоря, были не у польского из Трижебья и не у бразильского чемпиона СССР, а именно у казанского «Зенита» под руководством Владимира Олеговна, финалиста предыдущей лиги чемпионов. Таким расклад сил виделся до начала турнира. Однако уже на предварительной стадии выяснилось, что наш многократный чемпион не тот, что прежде. Поражение на тайбрейке от поляков со всей очевидностью показалось, что из классных исполнителей команда пока не сложилась. А увиденный нами полуфинал против Тринькина лишь подтвердил наличие серьезных игровых проблем у казанского коллектива. Кардинальная перестройка состава, затеянная Олегом в межсезонье, не сделала, на наш взгляд, «Зенит» крепче и сильнее. Очевидно, что восполнить потерю таких корифеев, как Лой Болл и Сергей Китюхин, задача архи сложная, если вообще решаема. Итальянский связующий Валерио Вермиле безусловно входит в узкий элитный круг выдающихся мастеров своего дела, но Болл-то и вовсе на весь мир такой один. К тому же перенос сроков проведения клубного первенства планеты с конца года на середину октября лишил итальянца необходимого запаса времени на притирку с новыми партнерами, что наиболее наглядным образом проявлялось в его полуфинальном взаимодействии с Александром Волковым. На фоне игравшего с парадическими рывками «Зенита» лучший клуб мира предстал, как всегда, сплоченным монолитом, коллективом Бесслава Взвенев. Конечно же, обыгрывать можно и его. Было заметно, что чемпион всего на свете также пока не полностью вкатился в новый сезон, и кое-какие зазубрины в командном механизме имеются. Россиянам удалось даже воспользоваться благоприятной ситуацией, и после проигранных двух первых партий 22-25 и 21-25 им, вроде бы, уверенно удалось взять третий сет 25-19. Впрочем, то, что произошло следом, невероятный для столь маститого клуба срыв четвертой партии 14-25, окончательно убедило, что силы двух лучших команд континента на данный момент явно не равны. В итоге нашим волейболистам оставалось вновь, как и два года назад, искать утешение в бронзовом матче, и поединок против СССИ из Сан-Паула удивил и порадовал одновременно. Порадовал победой со счетом 3-1, а удивил домашней заготовкой Владимира Олегна после поражения в стартовом сете явившего миру чудо-чудное Максима Михайлова в роли для игровщика. И все присутствующие увидели, как, оказывается, неплохо умеет принимать и защищаться главный забойщик сборной России, удел которого, как казалось, здорово и очень сильно молотить по мячу. Вы это на тренировках использовали и раньше? Это насколько такая заготовка? Немного пробовали. Не могу сказать, что мы наигрывали эту комбинацию, но как вариант это рассматривалось. Это как бы и в дальнейшем вы планируете? От чего это зависит? От состояния того же Приди? Ну, естественно, от состояния игроков принимающих. Сегодня они не в лучшей форме. Крайней мере Приди, может быть, Юрий Бережко чуть-чуть должен добавить, добирать форму. Титульный же матч Трентина против польского Ист-Ижебья в очередной раз не получился. Команда Лоренца Бернарди хватила всего на один, выигранный на бровях 31-29 первый сет. Аналогичной, но неожиданно легкой победы добилась в финале проходившего параллельно женского клубного чемпионата мира азербайджанская Рабита, переигравший в трех партиях, турецкий выйти в банк. Володь, ну вот в этой программе ты сегодня говорил уже о том, что за факел на Варенгое Семен Полтавском приходилось исполнять роль доигровщика. Вот мы видели только что, что в матче за третье место на клубном чемпионате мира Максим Михайлов и принимал, и атаковал. С одной стороны, можно порадоваться за спортсменов, что они столь разносторонние. С другой стороны, ощущение, что других у нас доигровщиков нет сейчас? Нет, ну есть, конечно, другие доигровщики. Опять-таки сейчас в Казани, когда Казань играл против Фридрис Хаффина во вчерашнем матче, который комментировал Всевожелес, спокойно вышел вместо Приди и достойно сыграл. Но другой вопрос, что, конечно, в матче против Фридрис Хаффина как-то оценивать качество игры одного или другого игрока очень тяжело. Понятно, команда не самая серьезная. Но, тем не менее, есть игроки. Все это, опять же, о травмах. Я думаю, что больше времени о неготовности ведет речь, да, о каких-то травмах. Это исключительно дело травм, конечно же. И потери некоторых позиций, на которые тренеры рассчитывали перед сезоном. Вот все. Ну что же, а теперь Лига чемпионов и репортаж о первом поединке Казанского «Зенита» против немецкого Фридрис Хаффина от Алексея Мельникова. Новый лигочемпионский сезон «Казань» начала привычно красиво и мощно. Слоган нашего чемпиона «Зенит» команда гладиаторов с приходом итальянского пасущего Валерио Вермильо получил новый смысл. Приятно, что клуб продолжает устраивать для почтенной публики яркое шоу, а фанатов на трибунах становится все больше. За 90 часов до старта в лиге «Зенитчики» вернулись в «Казань» из Катара. Как посетовал Владимир Олеговна, уже провели 8 официальных матчей, а нормальных тренировок было всего 2. Такие вот, как это утреннее опробование арены, не в счет. Бросаются в глаза легионеры. Вермильо очень старается влиться в коллектив, от него просто прет позитив. И с лица не сходит улыбка. Я родом Сицилии, у нас все там такие горячие, эмоциональные. Мы как бразильцы. Мы всегда счастливые и солнечные люди. Русские более закрытые, но на площадке главное быть вместе на одной волне. Я улыбаюсь, они немного закрыты, но вместе может получиться нечто особенное. Американец Рид Приди к делу относится как настоящий гладиатор, да и выглядит сейчас похоже. Он получил серьезную травму. Партнер по сборной, приземляясь после блокирования, локтем сломал ему лицевую кость. Поэтому играть приходится в специальной маске. Это, конечно, не идеальный вариант, но она позволяет мне играть. А это самое главное. Мне надо привыкать к этому. Трудно ли было вернуться на площадку после этого инцидента? Да нет, психологически не очень. Нужно лишь набраться терпения. Пока я не могу играть на своем привычном уровне. Первый соперник «Зенита» немецкий Фридрихс Хаффин, победитель Лиги чемпионов 2007 года. Олег на том московском финале руководил столичным «Динамо» и с немецким клубом не сыграл. Команда, которая, во-первых, там стоит у главы хороший тренер. Опытный тренер, который не раз доказывал, что необязательно иметь звезд в команде, которая способна играть на хорошем уровне. Я думаю, что, в общем-то, к этому и будем готовиться. «Зенит» фаворит группы, считает Штеллиен Макулеску. Это одна из лучших команд Европы. И они достойны играть в финале четырех. И нам пока до этого уровня далековато. Ленник и Ремат – вот наши соперники, с которыми мы будем бороться за второе место. Лукавил многоопытный Макулеску. Конечно, стартовое давление зала, уверенная игра «Зенита» и особенно подача Апаликова шокировали гостей. После «Эйса Лимы» хозяева взяли семь очков подряд. Но постепенно немцы, хотя в составе из немецких игроков лишь Маркус Бомми, успокоились и вышли на свой уровень. Кстати, весьма приличный. В команде четыре серба, в том числе чемпион Европы Либера Никола Росич. Диагональный сборной Эстонии Оливер Вино. И упоминавшийся выше бразильский доигровщик Лима. При этом никакого давления. Проиграть в гостях фавориту не зазорно. К концу первой партии от преимущества хозяев осталось всего пять мячей. А во второй Фридрикс Хаффин и вовсе лидировал. Но «Зенитовцы» успешно разыграли свои козыри. Атаки Максима Михайлова и блок Александра Волкова. Плюс сработала замена. Вместо «Приди» еще в первом сете вышел Евгений Севажелес. Он укрепил прием, поставил четыре чехла и забил один из мячей. Именно атака Жени стала последней весьма острой концовки. 25-23. В третьей партии наши ребята с самого начала убежали на пять очков. Лишь благодаря эйсам Лимы гости подтянулись 12-15. Но видно было, что «Зенит» своего не упустит. Закончилась все явной ошибкой немецких тренеров. При счете 24-22, после судейского свистка, предложившего ввести мяч в игру, Мукулеску вдруг затеял замену. И хотя второй рефери ее не позволил, Ярмач пытался выйти на площадку. За что гостей наказали очком последним в этой игре. 0-3, конечно, звучит ужасно. Но кроме старта первой партии мы играли хорошо. «Зенит» — мировые звезды, которые умеют добавлять в концовках партии. А нам этому надо еще учиться. Сама игра нам очень желает лучшего. Потому что наша четвертая зона не справляется. Постоянная нагрузка, которая ложится на их плечи. Стоит вопрос о работе просто. Конечно, Федор Тихахин не представляет, я считаю, эту силу по составу, которая там была два года назад, три. Но, тем не менее, хороший середняк. Хорошую борьбу указали. Конечно, другое дело, что мы сегодня показали, наверное. Не очень качественный волейбол, очень много ошибались. Ну, соответственно, есть над чем работать. Следующий матч «Зенита» в субботу в рамках чемпионата страны против «Факела». А потом выездной в лиге в Румынии. Пока же у ребят есть немного времени пообщаться с семьями. А Вермильо хочет усиленно заняться русским. Ведь Валя приехал в Россию надолго. Трудно, конечно, приходить на место Лоя Бола. Он один из трех лучших связующих мира. Но я не хочу стать круче Бола. Я хочу быть таким же великим, как он. И чтобы моя майка висела вон там, рядом с его. Ну, вообще-то, если продолжать тему Еврокубков, можем отметить, что московская «Динамо» накануне переграла «Локомотив» из Харькова со счетом 3-0. Также клуб «Белогорье» переграл румынскую команду также с сухим результатом 3-0. И все это результаты Кубка ЕКВ. Ну, если говорить о «Локомотиве Новосибирске», который сегодня готовится дебутировать в Лиге Чемпионов, все мы помним, что новосибирская команда впервые сыграет в Лиге Чемпионов, то матч против итальянской «Мочератты» на выезде практически сразу по окончании нашей программы. Не пропустите, это крайне интересно. Итал-российское противостояние. На этом наша программа завершается. Еще раз напоминаю вам, что с сегодняшнего дня главным тренером женской сборной перестает быть Владимир Иванович Кузюткин. Все мы с нетерпением ждем тренерского совета, ждем решения, кто же будет готовить команду к отбору на Олимпийские игры, будет готовить к Олимпиаде. Ну, наверное, такой последний вопрос у меня к нашим экспертам. А вот те кандидаты, которых мы предложили, они могли бы работать вместе, кто-то кому-то помогая? Я думаю, да. Ну, конечно же, главное решение будет принимать основной тренер сборной. Ну, а в том, что это большая кухня, конечно, мы часто забываем о том, что есть штаб статистиков, штаб ассистентов, которые делают огромную работу. Здесь только выбор главного тренера. Другое дело, что у нас есть очень большой потенциал в плане работы с молодежью, который, на мой взгляд, мы не используем. У нас закончились поставки из молодежной команды в главную. И вот как-то на это мы обращаем очень мало внимания. А ведь у нас есть масса игроков, которые, в общем-то, уже закончили свою игровую карьеру и уже, наверное, могут принести какие-то знания для юношеской, для молодежной команды. Вот здесь бы тоже неплохо подумать. Ну, мне кажется, кто бы сейчас уже не пришел на должность главного тренера национальной сборной из тех кандидатов, о которых мы говорили, я уверен, что качество тренерской работы с нашей национальной командой выйдет на совершенно новый качественный уровень. Поэтому желаем удачи нашей команде, желаем удачи сборной России. Да, безусловно, Татьяна Грачева тоже закончила карьеру вальболиста и вполне может помочь нашим национальным сборным. Это была программа «Шесть на шесть». Татьяна Грачева, Владимир Косторнов и Александр Аксенов. Счастливо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова